О том, что такое кёрлинг, любители спорта вспоминают обычно раз в 4 года, как раз под зимнюю Олимпиаду. Хотя какие они тогда к чёрту любители? Ведь более интеллектуального зимнего вида спорта просто не существует. Шахматы на льду. Скоро этот штамп о кёрлинге настолько же навязнен в зубах, как эпическое футбольное «не забиваешь ты, забиваю тебе». Но пока не навяз, позволю себе его использовать. Ну ладно, может быть, когда в спорте слишком много думают, это не всем нравится. Так ведь мало того, что умным, ещё же и красиво. Настолько красиво, что у нас многие считают кёрлинг чуть ли не исключительно женским видом спорта. Это, конечно, не так. Просто наши мужчины пока выступают в группе B, втором эшелоне европейского кёрлинга. Что же касается девушек, то они о своей любимой игре рассуждают настолько серьёзно, что непосвящённому зрителю понятно будет немногое. Когда у них два наших камня были в доме, у них не было права последнего броска, они всё равно везли за гард. Хотя лёд очень валит, да, и это достаточно опасно. Вот, они играли немножко свою игру, но мы на это не поддавались. И обдумали, и немножко поменяли тоже свою стратегию. И играли не так, как обычно, ввиду того, что они, большинство камней, играли всё в дом, в дом, в дом. И практически не били тейков. Девушки из нашей сборной как на подбор. Анна Сидорова, Людмила Прививкова, Екатерина Галкина и Маргарита Фомина. Их красота – страшная сила. Поэтому параметру на чемпионате Европы с ними соревноваться просто некому. Так что здесь Россия вне конкурса. А за вот этот план, под названием «Женщина, похожая на Оливера Кана» на фоне сборной России, наш оператор Валерий Воробьёв должен быть выдвинут на «Оскар», как минимум. Кстати, зовут дальнюю родственницу великого футбольного вратаря Андреа Шопп. И она скип, то есть капитан сборной Германии. Немок мы обыграли со счетом 8-3. Кроме того, к этому моменту одержаны победы над командами Италии, Швейцарии и Латвии. Поражение было только одно. Очень обидное в самом первом матче турнира от сборной Чехии. К последнему энду мы вели три камня, но необъяснимым образом в итоге уступили. Мы не первый день играем в «Кёрлик» и прекрасно понимаем, что ситуация может измениться в любой момент. Игра заканчивается только, когда соперники жмут руки и счет на табло в твою пользу. Только тогда. Поэтому мы не расслаблялись. Не знаю, может быть, это нам лишний урок свыше о том, что не стоит девочке опускать руки и собираться нужно, и прям работать, работать, работать. Впрочем, о грустном субботнем настроении уже никто не вспоминает. Уверенные победы заслонили неудачное начало. Постепенно разбираются в происходящем и зрители. Их, конечно, маловато, особенно на фоне огромного зала «Мегаспорт» на Хадынском поле, где проходят матчи чемпионата Европы. Но в сборной России рады и такой поддержке. За нас болели. Это правда здорово. Этого нам очень не хватало все это время. И хорошо, что за нас болеют. Единственное, видно, что еще не совсем разбираются зрители. И на будущее не надо радоваться ошибкам соперника. А все остальное, все хорошо. В керлинге существует такое правило, когда бросает, неважно кто, твоя команда или команда противника, ни в коем случае не делать действий, которые мешают броску. А вчера болельщики, они, конечно, в порыве желания помочь, кричали, советовали девчонкам. И самое главное, называли их по именам. Это очень мешает. Но они оказались разумными людьми. Сказали, извините, больше не нарушали порядок. Самое главное, конечно, начнется в четверг, когда на Евро стартует плей-офф. Главными претендентками на победу, помимо нашей сборной, выглядит команда Швеции, с которой на групповом турнире мы встретимся в последнем туре. Но, как и подобает настоящим спортсменкам, российские девушки не разделяют матчи на важные и не очень. Для нас победа на любых соревнованиях – это очень важная цель. Я не понимаю, что такие спортсмены, которые могут идти заранее и думать о том, что ну ладно, сыграем, как получится. Нет. Для нас любой чемпионат, любые соревнования, и важна только победа. Только так. Я считаю, что слабых команд здесь нет. Все достаточно опытные, все достаточно высокого уровня, потому что это 10 сильнейших команд Европы. Сюда просто так не попадают. Все отбираются, все проходят очень серьезный отбор. Мы побеждаем, радуемся на площадке, даем друг другу петелюшки, обнимаемся и машем зрителям радостно, выходим с площадки. Все это забывается и настраиваемся на следующий матч. Мне нравится побеждать. Просто doesn't matter. В общем, посмотреть на всю эту красоту стоит всем. Так что добро пожаловать в Мегаспорт. Скучно не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...